Здравствуйте! Сегодня 4 января. Вот такая вот у нас замечательная в Крыму в Армянске погода. Солнышко светит. Я пришла погулять с детьми в парк. Но не просто в парк, а на наш детский пляж. Сейчас объясню, что это за пляж у нас тут такой вот на весике. Раньше у нас был тут Северокрымский канал. Но он и есть, вернее, но в нем 3 года нам не дают воду с Украины. Вот тут вот выкопан... Дальше я вам покажу, где он находится. А сейчас вот просто вот этот пляж идет... Вода заходила от канала, и вот тут вот набиралась вода. Он зимой-то всегда был пустой, собственно говоря. Всегда можно было по дну погулять. А это вот такой вот получается перешей к острову посередине. Между каналом и, собственно, детским пляжем. И водичка по кругу вот тут вот так вот проходила. И прямо вот опять в канал. По течению. Вот сходим сейчас, посмотрим, как выглядит наш остров. Нам здесь очень всегда нравилось гулять. В зимнее время, что здесь примечательно было, в канале всегда остатки воды оставались. Можно было кататься там на коньках, просто так вот приходили, гуляли по льду. Но сейчас там воды, скорее всего, вообще нет, потому что 3 года вообще не пополнялся канал. Какие остатки могут быть, соответственно. Но здесь очень так вот красивая такая дикая немножко природа. Маслины повырастали. Большие такие. Вот я маленькая была, они были маленькие совсем. Сейчас это не выросли. Вот тут вот на дне у нас песочек. Почему здесь колючки? Да, вот по дну уходим детского пляжа. Тут вот и колючки повырастали, пока воды не было. Вот даже и деревья в самом. На самом дне, да, вот выросли уже деревья. Вообще, я хочу сказать, канал в воду хоть и не пускают, но его держат в состоянии готовности. То есть за ним смотрят полностью работники водоканала. Все работают. Весь водхоз никого не уволили. Все ремонтируется, все сооружения канальских по всему Крыму. Красятся. И находятся под охраной. То есть ничего не разбазаривают. Ну, наверное, ждут смены власти, скорее всего, я так думаю. Давайте вот пройдем вот там вот у нас мостик и пойдем на наш остров. Вот. Вот это вот участок, как бы в одной канальчик. Проточная вода, то есть, как было на детском пляжу, вот сюда заходила, а вот сюда она у нас выходила. Ну, вот тут вот рыбаки у нас любили сидеть. Бобры тут жили. Ну, вот. Грязь, конечно, видите, какая. Все тает. Ну, такой вот у нас Крым. И поймать такое время, чтобы было действительно снежно и заморожено, это надо еще умудриться. Земля не замерзши абсолютно. Глина липнет к ногам. Вот. Ну, и есть снег. Вот так вот нужно пройтись по снегу. И даже. Вот мы поднимаемся на наш остров. Да, вот там вот у нас мост через канал с города в сторону Украины границы. Здесь вот канал у нас только входит в Крым как бы и как Днепровская, именно как река Днепр днепр течет. Без особых сооружений бетонных. Просто идет большой ров. Она как настоящая река всегда по весне протекала тут. Вообще, конечно, сказать, что народ возмущен выходками украинской власти, это ничего не сказать. Потому что как бы ни было, вот эта Днепровская артерия строилась в советское время народами Советского Союза. И просто так вот перекрыть ее и пустить эту воду просто в залив, где она разбавляет соленость. Она туда не должна, по идее, впадать. Данила, аккуратно, здесь очень скользко. Это очень неразумный шаг. Как с экологической стороны, так, конечно, и со стороны морали, я считаю. Мы, конечно, не умерли без этой воды. Но вот у нас дачи, видите, тут много в Крыму дач питалось этой водой. много фермеров, которые благодаря Днепровской воде выращивали свои культуры. Но сейчас, конечно, фермеры остались, выращивают, но только выращивают со скважин. Что более затратно? Мам, ну, здесь кладь. Потому что тут накатали, видимо, снег был, Даня? Тут раскатали, вот тут, наверное, катались с горки, скорее всего. Тут вот ты же такая, склон накатанный. Вот я тоже боюсь, вот у меня скользкая обувь, чтобы мы вместе с тобой не поехали вниз. Мам, если поедем вниз, то будет круто. Вот такой вот остров. Круто. Ну, кому круто, кому не очень. Не очень круто. Так, спускаемся потихоньку с сыном. Он говорит, ему круто будет ехать вниз на Поппину, поэтому я стараюсь аккуратно идти, потому что мне не будет не очень круто. Вот. Вот вы подошли, собственно, вот он, сам канал. Канал зарос внизу. И там даже что-то есть в канале. Какая-то вода. Уйдите оттуда, пока не слетели. Ага, я упал! Ну, давайте пройдемся вдоль перешейки. Вот мы вот тут травка, видите, растет, а тут же снежок лежит. Вот такая зеленая трава у нас есть даже. Солнышко греет сегодня, без перчаток тепло. Вот там, дальше, впереди, видите, опять мост. Это железнодорожный мост. Ну, по нему сейчас опять-таки только до Титана доходят вагоны, поезда грузовые. Дальше по этому мосту никто никуда не едет, потому что на Украине границу перекрыли железнодорожные сообщения. Мы понимаем, что на Украине в принципе основная масса украинцев это наши славяне, дружелюбный нам народ. Что это улитка? Да, что-то такое непонятно. Сейчас бабочка будет. Это не улитка, это что-то, да, какая-то бабочка, не трогайте ее. Вот. Поэтому я думаю, все у нас будет хорошо с Украиной, имею в виду, в плане дружбы. Юго-восток Украины как бы ни было, это наши все люди. Они там у нас сейчас в таком состоянии не в очень благостном находятся. Не позавидуешь им, конечно, особенно Донецк, Луганск. Ребята, держитесь, мы с вами. Если кто-то говорит, что какая политика в Крым приезжать, и тут никто не парится. Нет, тут у людей свое конкретное мнение. И большинство людей все-таки своей позиции придерживается. Иначе бы мы, наверное, так сейчас не жили. Да, и мы же не какие-то там амебы, чтобы не иметь какого-то своего мнения. Своих целей. Ну, тут вот люди у нас шашлыки любят жарить летом. Ну, или пока тепло. зимой, конечно, не очень тут пожаришь что-то. Вот. Тут травка вот такая высокая. Даже зимой. Вот такое место. Ну, зимой тут, конечно, никогда воды нет, как я уже и говорила, но на дне были остатки. То есть такой вот внизу каток получался. вот этот мы называли перешейк. В этом перешейке всегда купались такие подростки в основном. Постаршие уже в канале, а подростками вот тут вот купались. Детский пляж вроде как выросли, на канал вроде еще страшно. А вот этот вот перешейк всегда можно было переплыть. Весело, там вешали какие-то тарзанки, прыгали из деревьев. Вот мост наш железнодорожный. Вот. Так, мы туда спускаться не будем. Идем назад. Пойдем в другую сторону посмотрим. Вот такие вот места у нас красивые. Птички поют. Не знаю, наверное, на видео не слышно, как они поют. Прям пение птиц стоит. Такое яркое солнце. Приятно в зимнее время увидеть такую погоду, потому что у нас в основном все-таки на Северный Крым как-то более серая погода зимой. Слякотно, серо. Ну, это недолго, конечно. Всего лишь три месяца в году. А в марте тут уже становится очень даже хорошо. Солнце становится много. Особенно со второй половины марта, как правило, уже начинает потепление. Раньше, вообще-то, вспоминаю, что в феврале уже с родителями всегда выезжали на дачи, готовились к новому сезону, то есть перекапывали, обрезку деревьев делали. сейчас в феврале погода не такая теплая. Февральские окна даже ходили без курток, просто в кофточках, загорали на дачах, помню. Ну, сейчас нас погода так не радует таким теплом. посмотрите, как хорошо тут. Вот как тут не любить гулять было. Тихо, спокойно. Рядом с городом прям. Ходишь с улицы в парк сразу. И огромный парк, да, вот это одна, я вам парк уже показывала, это одна из частей парка, и это еще не весело. Он еще туда дальше уходит. Такими парками не каждый город может похвастаться. Это все парковая зона. Вот это вот другая сторона острова. Вот. с обратно мы с стороны находимся сейчас. Сейчас я залезу сюда на горку, покажу вам, как здесь. Оп! Вот, смотрите, тут вот вода есть внизу. Как-то, видать, самотеком где-то доходит. Может, дожди, может, снег тает, водичка собирается. Такое место, еще одна перешейка. Вот сюда, собственно, вода заходит с канала в пляж. Вернее, заходила раньше. Вот. Ну и вот есть возможность выйти на другой берег и пойти в сторону дома отсюда. сейчас попробуем тут спуститься. Ой, тут, ай, грязно и скользко. Так, тут как-то, наверное, надо подождать их. Вот, мы спустились сюда вот в канальчик. Ой! Вот тут, видать, катались на санках. Смотрите аккуратно, чтобы там не провалились мне. Накатана тут снежком. Ух ты, класс какой. Тут вот слякать на, наверное. Не, нам не. Не, можно ходить. О, можно ходить по дну. Главное, не провалиться в грязь. Ну, пойдемте, пойдемте до канала, вдоль пройдем. До моста, вернее, по каналу. Да, вот это наше любимое развлечение в подростковом возрасте было, гулять в канале по воде замерзшей. Леночка, смотри аккуратно, далеко не уходи, мама проверяет. в дно. Вот так вот. Тут интересно. Она скользко. Прям скользко, действительно. Засохла. Мам, почему она засохла? Она не засохла, она замерзла. Померзла, почему? Замерзла. Ну, холодно было, вода замерзла, видишь, и хорошо так промерзла. А я не оттаивает даже. Это уже лед, мам. Мам, это уже лед. Лед, да. Вот, как интересно. Смотри, что вода есть. Это вот наш мост дорожный. Автомобильный. Лена, дай мне лена. коряга застыла в воде. Здесь, конечно, зимой уровень воды был побольше. И рыбаки рубили проруби себе и ловили рыбу. Сейчас, конечно, этого уже нет. Одно еще из развлечений было у нас тут. Рыбалка зимняя. Так. Ну, что? Мы почти дошли до моста. Там у нас есть лесенка бетонная где-то. Что тут желтое такое на дне. Лена, зеленая? Да-да, какой-то, не поймешь, зеленая, желтое, что-то снег. лесенка бетонная. Она крепкая, мам. Да. Труба. Труба. Это наш водовод городской. Да? Да. По нему идет питьевая водичка. вот так вот можно тут гулять. травы тут никогда, конечно, не было. теперь трава у нас тут. Целый остров возле льда. Пещаное дно. ракушки. Мама. Ну, вот там вот у нас лесенка. Наверное, сейчас пойдем туда. А дальше нельзя. Вот так мы выбираемся с канала. Данила, аккуратно. Мама, я сам. Он самостоятельный парень у нас, конечно. Так, все. Вот такая у нас была прогулка по каналу.